Это полгода, а я не могла с ней никак Ладу дать. Я себе GoPro взял на кепку, там электронная стабилизация. Но у меня маленькая тоже есть камера такая, она тоже сюда хорошо прям. Я самой вот этой штучкой не могу пока Ладу дать. Потому что говорю, вот сыночка, я иду, иду, вот забор. И она куда-нибудь раз куда-нибудь уйдет. Классно. Что, мои уехали уже? А их не было? Ух ты! Ух ты! Че это? Да, чтоб не тряслась. Он говорит, я пока вчера твой забор смотрел, у меня голова заболела. Сыно маленький. Так, а эти где у нас, товарищи? Сказали же, будут делать сегодня. Все. А вы с утра с самого здесь? Так, а у нас сегодня не было. Пол, что это интересно, почему их не было. Так, я снимаю стабилизатором. Смотрим картинку, как она движется. Ровно или нет. Потом сделаю распаковку. Покажу. Странно, что они не приехали сегодня артисты. Кто-то у нас живет. Николай. Так, я хотела помашить капюшу. Так, я хотела помашить капюшу. Мокренькая. Фу, кто-то зрет ее. Мокренькая, не буду сегодня промашить завтра. Приеду, сейчас зрителям позвоню. Так, помидорки. Ух ты, смотрите, помидорка. Тут нет. Здесь цветет. Это надо отщипнуть. Это надо отщипнуть. Вот такие. Так, короче, тут ничего не делали. Еще раз забор. Посмотрим. Кыска. Тужая кыска. Пустью людей, видимо. Тут, в принципе, все ровненько. Здравствуйте. 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 Вы тоже на сегодня уже заканчиваете? И потолок будете покрывать? Ну, понятно. Хорошо сегодня, да, погода? Погода вообще хорошая. Ну. Там, смотрите, в стороне гвозди. Ага, я туда не пойду. Это сниму, покажу. А где тут поверху будет воздух, который проводит? Как он поверху? Как он поверху? Вот меня все волнует, почему нет отдушины, чем дом дышать-то будет? Отдушина это под потолок. Вот сюда. Ну, вчера поговорили, он говорит, да, да, все-все-все. Ну, он... Это-то все понятно. А я сама-то себе думаю. Во всех же домах есть отдушина, они же не просто так. Отдушина это для деревянных колок. А если бетонный колок, то не надо. Я себе так не сделаю. Да? Грибок не пойдет? А тут будет просто вытяжка, да? Как вот? Вентиляцию надо будет делать. А, вентиляцию. Ну, в это, типа... Так если у них трубы не будет, вентиляция у них как будет? А труба у них сверху в каталке получается будет. Так. А он вроде как собрался в эту печку-то не ставить. Я так поняла? Печка отдельно будет. Ну, говорит... А, ну, не знаю, я-то слышала, что он будет только, типа, этим электричеством. Потому что жить-то, не знаю, они тут планируют, не планируют. Вообще, раньше, допустим, вентиляции же вообще не делали в старых домах. Была простая печка, она все вытягивала всю влагу. Вот, я про что и говорю. Сейчас делают котлы, если на улице, и окна будут потеть, если на улице. Потому что, ну, надо, по-любому, делать вентиляцию. Я про что и говорю. И вот в печках, вот где печка, и вот этот дымоход. Один идет для дыма, а второй идет для вентиляции. Вот у нас... У родителей так тоже. Да, вот у нас так же тоже было. Ну, тут вентиляцию надо делать в туалете, на кухне, на втором этаже. Потому что вся влага через этот будет идти лестничный марш. Наверх. 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 Угу. Там наверх надо будет делать вентиляцию. Потому что окна будут хватать. Угу. Тем более окна, ну, прям так, по-южному. Угу. 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 В пол. Ну, Паша так захотела, говорит, я хочу большие. Сначала больше. Я говорю, может, поменьше. Он говорит, я сфотографировал. Может, такие. Он для кого большие. Если бы, давай поменьше сделаем. Ха-ха-ха. Сделал бы все. Вот сделал бы все тогда стеклянное. Не, так-то, конечно, оно красиво, но это же должно как-то тепло. Ну, я надеюсь, вы тут и будете жить жить, да? Нет, я тут не буду жить. А домик у вас есть? У меня там нету домика. У меня есть квартира в городе. Ну, ясно понятно, что ночевать-то пока мы тут, наверное, и будем все. Я-то хочу там себе потом. Сейчас с этими кредитами рассчитаюсь, и там потом другой кредит возьму. Вот. Я-то планируюсь. Паша, постоянно, мне кажется, жить-то тоже не будет, наверное. Вот, понимаешь, а я-то хочу, чтоб вот они наоборот начали. Да. Да. Потому что они возюкаются то с машинами, то еще с чем. Да, они тут удобно будут машины. Конечно. И я бы, вот он мне особо не нужен был. В МПСе-то у вас помните сколько машин стояло? Вот. Все забито с собой. Вот. Я про что и говорю. И он мне по-хорошему, а они его купили-то уже года три или четыре назад. Да побольше. И он же стоит у них, пока я вот не залезла к соседям. Соседям. К ним. И все. И сдвинулась с мертвой точки. Потому что если я буду здесь, и они будут... Какие за 120 взяли, да? Ну вот 135 нам она отдала. 150 они просили, 135. И 15 они отдали риэлторам. Тут 200 с чем-то просят уже. Я так и с ним узнавал. Вот какой? 250, да. А вообще какой-нибудь. А так-то вот на руки они тебе получили люди 120. Вы представляете? Хотя она сама, эта женщина, она его продавала за 350 что-ли сначала, изначально. Вот этот участок. Потом видимо рукой махнули там. 350 это дорого. Муж старенький. Еще у них дача сами в частном доме. И видимо вот так вот как-то это. 350 Чапаева можно взять. 15 вот так. Ага. Ну да, Чапаева и поближе. То же самое. То же самое получается просто. Даже может ближе сказать, но поближе. Не, мне нравится узнать, что как это, как деревня прям. Прям как деревня. Я когда вчера или позавчера там это коровки идут. Прям хорошо. Не, так-то хорошо. Я говорю, мы насиделись видимо на этой самоизоляции. И в квартире-то вот реально дышать нечем. Вот смотри, вот у этого дома цвет видишь вон. Один такой, один такой. Почему? А это черепица такая идет. Разного цвета или выцвела одна половина? Нет, она выгорает. Угу. Вот я прочую и говорю, я вот хочу такой вот бирюзовый что-то цвет. А потом вот на этих посмотрела, у них половина крыши-то выцвела. А надо просто дорогую черепицу взять. Ага. Которые стоят 500 рублей квадрат, она не выбирает. Угу. Такая вот матового цвета. Ну вот и надо. Тут в принципе объем-то как бы не очень большой, чтобы там на чем-то экономить. Чтобы уж делать, так оно не выцвело, а потом не переделывать ее и красота была. Вот этот тоже вот коричневый. Вот все равно деньги как бы тратят, мне кажется. Ну и вот как-то вот оно вот мне вот как-то не очень сильно нравится, например. Ну как-то так, да, совсем вот. Надо что-то яркое такое. Ну Паша тогда говорит дорогую, чтобы брал дом. Ну я, конечно, надо наверное что-то такое хорошее, да, чтобы уж делать так делать. Ну уж лучше, знаешь, сделать. Он ложится лучше. Мягко еще. Я говорю, надо делать так делать уже столько лет и это не решались. А там глядишь, знаешь, потом и пристройки начнут тут городить и еще чего-нибудь, если места мало сильно покажется. Да нормально. Вообще все? Ну молодцы. Он не обращается ни с огородами, ни с садами. Так а если он так уезжает на далекую машину, конечно. Ну, Катюха точно тут не будет. Ага. Не, ну все равно это несколько надо у них значит гект этих метров отвоевать. В Новосибирск подъезжает. Ну, Омск. Ага, Омск был где-то там. Новосибирск. С такой работой город вообще невозможно держать. Я вон посадил, у меня картошка вся заросла некогда. Да, да че. Ну, они еще-таки, знаешь, не любители. Вот не особо любители. Каждый же занимается тем, что любит. А че вот себя, если вот ему нафиг не надо, он пошел в магазин и купил и все. А он же брусчаткой еще занимается. Да, я уже сегодня с сыном разговаривала с маленьким. Но, говорю это, говорю сразу сделаем. Ну, вот купим для себя, че нам надо, чтоб не покупать. Там же у них производство типа. Там же они все делятся как-то или как-то у них там. Вот это все купим и себе все сделаем сами. Ну, как бы да, ничего не говорят. Себе сделают. Ну и немного, в принципе, тут ложить. Да, конечно, зато красота какая у него. Но загнать, чтобы все подровнял сразу, пока тут ничего нет. Не, нормально будет. Зато тихо, так спокойно. В городе эти машины. Ой, с самого утра, как начнут ездить, это вообще. Ночью и пьяные кричат. И пьяные кричат. И Некрасова вот эта 45 у меня напротив. Там что-то, видимо, вообще кавардак. Потому что вечно то визги, то крики, то... То мужчины, то женщины орут, то друг за другом бегают, там носятся. И стройка, там же строят. И вот эти, как большие машины начинают с утра и трясется прям все. У вас двух комнатных? Нет, у меня однокомнатная. Однокомнатная, а Ромка сейчас... А Ромка рядышком живет. А Ромка сейчас купит... Ну вот мы сейчас купили же квартиру, там тоже в Арбании получается. Это сына хотел. Большой. Потом мы переключились вот на это. Да, да, да. Это сынина большого мечта. Ну вот пусть вот здесь вот воплощает все, что хочет. И живут спокойненько или занимаются хотя бы. Да вот даже просто, я не знаю, приехать в бане, попариться и вот просто тут вот просто ничего не делать, да? Ну да. Кайфушка. Работа такая, потому что и нервы, и дорога, и вообще все, напряжение. Вот. Да, конечно, они все умеют делать, как красиво.